Дорогие отцы, братья, сестры, все участники 29-х Кирилломефодиевских образовательных чтений. По доброй традиции, особенно у нас на Кубанской казачьей земле, всякое доброе дело начинается с молитвы. Я сейчас попрошу казаков Кубанского казачьего войска внести образ Спаса и Господа нашего Иисуса Христа в благословение всем тем, кто сегодня примет участие в работе этого очень важного просветительского форума. А всех присутствующих я попрошу встать. Спасибо. 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 Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует официальный правоприемник Кубанского войскового певческого хора, основанного в 1811 году, репрессированного и через 75 лет реабилитированного. Старейший национальный казачий хоровой коллектив России, лауреат всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей, государственный академический орден дружбы народов, орден русской православной церкви, святого благоверного князя Дмитрия Донского первой степени, кубанский казачий хор. Дважды герой труда Кубани, герой труда Российской Федерации, казачий полковник, профессор, композитор Виктор Захарченко. Стихи епископа Никандра Вятского, музыка Виктора Захарченко. Иди и буди! Солистка-лауреат международного конкурса, обладатель гран-при, Ксения Клопова. Пусть ноги устали, болит твоя грудь, и спину ты можешь едва разогнуть, И пусть бы хотелось тебе отдохнуть, Работы так много еще впереди. Иди, иди, иди и буди! Иди, 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 и буди! Иди, 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 и буди! Иди, иди, и буди ты уснувших людей, Скажи им, что враг среди божьих полей Их хочет засеять травою своей. Как дальше разбудишь, тогда отдохни. Иди, 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 и буди! Иди, и буди равнодушных людей, Глаголом мышки вдохновенных речей, Зови их под ночью святых алтарей, Буди равнодушных, их сона не щади! Иди, 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 и буди! Пока еще враг ожидают цари, Пока не подашься все болтари, Пока не свалился, иди, 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 и буди! Иди, 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 иди Для вас звучит старинный марш русского генерала Василия Агапкина «Прощание, славянки!» Солист, заслуженный артист Кубани Карачаева Черкесской Республики и Республики Крым Аркадий Демидов. Много песен мы в сердце сложили, Воспевая родные края, Беззаветно тебя мы любили, Свято-русская наша земля. Высоко ты голову поднимала, Словно солнце твой ликого сиял, Но ты жертвою подлости стала, Тех, кто предал тебя и продал. И слава, и слава, и слава нам зовет, Мы двой станем зерой, И все пойдем в священный бой, В священный бой, Заль-замер, русская земля. В дух победы России святыня, Отзовись, православная рать, Где Илья твой, и где твой добрыня, Сыновей кличет Родина-Мать. И слава, и слава, и слава нам зовет, Мы двой станем зерой, И все пойдем в священный бой, В священный бой, Заль-замер, русская земля. Все мы дети великой державы, Все мы помним заветы отцов, Ради знамени, чести и славы, Не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из вратского плена, В дух победы зовет бой пора, Подними боевые знамена, Ради правды, красы и добра. И слава нам помогает, Любовь нас зовет, Мы вновь станем зерой, И все пойдем в священный бой, В священный бой, Стоит за веру русская земля. Стоит за веру русская земля. Стоит за веру русская земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемый Александр Иванович, Господин Атаман, Александр Иванович Трубилин, Дорогие, Отец Трифон, Наш гость из Синодального отдела Московской патриархии По образованию и катехизации. Дорогие отцы, братья и сестры, Участники 29-х всекубанских Духовно-образовательных чтений Кирилла Мефодьевских По поручению, благосостоянию Высокопреосвященнейшего Митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла, Который недавно был назначен Священным Синодом, Временно исполняющим обязанности И главы Кубанской митрополии, И главы Екатериндарской Кубанской епархии. Позвольте от имени Владыки Озвучить благословение На начало наших духовно-образовательных чтений. И хотел бы для везения нашего столь почтенного форума Просить отца Александра Заняться этим важным делом. Благословите, Владыка. Просьба включить видеообращение Владыки Митрополита Кирилла Ставропольского и Невиномысского. Дорогие участники всекубанских Кирилл Мефодиевских чтений ежегодных, я от души приветствую вас и рад тому, что на Кубане ежегодно проходят такие мероприятия. Эти чтения являются частью региональных рождественских чтений. Они проходят в каждом регионе в большей или меньшей степени. И я совершенно недавно назначен временно управляющим Кубанской митрополии, Екатериндарской епархии и внимательно прочитал программу этих чтений и вижу, что действительно очень широкий спектр тем данных чтений огромное количество участников, включая и архиереев Кубанской митрополии, священнослужителей, губернатора, представителей законодательного собрания, депутатов, министров, министерства, например, образования и министерства просвещения и других, министерства культуры и других министерств, ведомств. И, конечно, очень-очень много ученых, которые будут выступать на секциях, на круглых столах. Сегодня, безусловно, то время, когда мы должны все вместе, объединившись, решать вопросы развития, процветания нашего отечества, нашего многонационального народа. А для этого, безусловно, важно, необходимо развивать образование, развивать культуру. И когда мы говорим об образовании, о культуре, по-другому мне можно сказать, что она основана на православных идеалах и православных основах, на нашей вере, нашей классики, писатели, ученые, зодчие, композиторы, они же все воспитаны были на, действительно, на христианских ценностях, на традиционных ценностях. И сегодня президент страны в прошлом году подписал указ о сохранении, развитии, защите традиционных духовно-нравственных ценностей. И все больше и больше в регионах начинают создаваться советы при губернаторе или советы при общественных палатах по утверждению вот этого указа, развития этого указа. И действительно, слава Богу, что мы начинаем все больше понимать, что без традиционных ценностей будущего у нас нет. Потому что очень во многом страшный, во многом сатанинский, либеральный, где Запад, где политика, как раз вот тех, которые несут эти ценности, сатанинские и либеральные ценности, нетрадиционные ценности, они сегодня захватили умы многих хороших людей на Западе, ученых, писателей, кинематографистов и других деятелей культуры. И у нас единственная надежда сохраниться, развиться только через наши традиционные духовно-нравственные ценности и их развитие. тематика наших чтений это образование, безусловно, это развитие казачества, как действительно развитие традиций Кубани, так же, как развитие и воспитание патриотизма в нашей молодежи, в наших детях на Кубани, и другие, другие направления чтений, все это взято из жизни народа, из жизни тех, которые жили здесь веками и которые живут, и мы очень надеемся, проводя эти чтения, проводя всю деятельность нашей церкви, и надеемся, вместе с государством все это делать для того, чтобы эта жизнь на этой земле традиционная, славная, прекрасная, радостная, счастливая продолжалась дальше. И вот как раз в общем названии рождественских чтений, которые взяты за основу наших региональных чтений, изучит, что все это, как бы, и православие, и отечественная культура, все это должно работать для будущего нашей страны, будущего Кубани. Желаю всем участникам милости Божьей, желаю успеха, благополучия, и самое главное, вот с помощью Божьей понять главное, чем мы должны заниматься в этой жизни, а все остальное Господь поможет создать Божьей помощи участникам всекубанских Кирилла-Мефодиевских чтений. Спасибо, Господи. Вот мы прослушали с вами обращение нашего владыки Кирилла, временно управляющего нашей епархией. Особенно в неспокойное время неслучайно наше чтение начались сегодня с исполнения таких патриотических песен в исполнении нашего прославленного кубанского казачьего хора. А время, которое мы переживаем, заставляет мобилизоваться всех нас и словом, и делом, и помышлением. Те, кто сегодня выполняет свой воинский долг на передовой, это те, которые делом сегодня мобилизованы и защищают нашу Родину. Те, кто сегодня обращается к школьникам, к соработникам, со словом, это и журналисты, работники телевидения и прежде всего, конечно, священнослужители, они словом служат Родине. И, конечно же, каждый из нас должен помышлением своим мобилизоваться. Мы должны сопережить те моменты, которые нас сегодня окружают. Именно поэтому хотелось бы с приветственным словом попросить обратиться атамана кубанского казачьего войска Александра Ивановича Власова. Спасибо большое, отец Александр, ваше высоко преосвященство, дорогие уважаемые старики, братья и сестры, здорово живете, братья-казаки? Слава Богу! Не слышу. Слава Богу! Это у меня голос немного присел. У вас должен быть звонкий, громкий. Никогда не готовлюсь к выступлениям. Скажу своими словами, то, что Бог дает. Вот. Я вас приветствую на очередных Кирилло-Мефодиевских чтениях 29-х. Так про себя подумал, год пролетел как один день, снова мы в этом зале, снова отец Александр ведет. Как будто и не было этого года. Но сколько прошло, сколько свершилось, и мы стали другими за этот год. И тексты, конечно же, готовят, и я сегодня неоднократно услышу, многие, может быть, услышат уже наконец-то меня, мою мысль. Никакого соработничества, никакого взаимодействия, никакого не должно быть русской православной церкви с казачеством таких слов. Мы одно единое целое. Представьте себе, ни одно подразделение сейчас не представляет на фронте себя без стяга нашего спасителя Иисуса Христа. Это чистая правда. ни одно русское подразделение, православное подразделение, не представляет себя без молитвы. Это тоже правда. Не осталось там ни одного атеиста. Даже других национальностей люди говорят, мы с русскими, с ними Бог. И вот, знаете, на Кубане, сейчас мы слушали наш прославленный Кубанский казачий хор. Это самый сильный регион, самый сильный народ, который здесь проживает. Послушайте эти песни, эти слова, эти гимны, эти гербы, которые остались от казаков. Вся эта сила продолжает жить здесь, на Кубане. сильнее кубанского народа. Я бы еще посомневался и поискал бы где-нибудь в мире. И больше всего героев Российской Федерации сейчас за время проведения своего, больше всех награжденных, получивших государственные награды, это наши земляки, наши казаки. Потому что здесь сила духа, а сила духа как раз таки от православия. Потому что мы молимся, верим нашему Спасителю. Теперь то, что касается образовательной части, воспитательной части. Только начинают говорить о каком-то начальном военном воспитании, начальной военной подготовке, что нужно вернуть в школы. Кубанское казачье войско на протяжении последних десятилетий только совершенствует и укрепляет эту работу. И это чистая правда. У нас огромное количество казачат, которые занимаются в военно-патриотических, военно-спортивных, поисковых клубах, которые занимаются вместе с наставниками и уже участниками специальной военной операции в школах, казачьих классах. Возможно, это где-то недостаточно, но пока я не вижу какой-то другой организации, которая смогла бы заниматься на таком уровне воспитанием нашей молодежи. Если появится, то покажите обязательно. Кроме Кубанского казачьего войска, я пока еще такой организации не вижу. Конечно, мы только в начале пути и предстоит нам сделать очень многое, но тем не менее мы не стоим на месте, мы двигаемся, мы развиваемся и совместно воспитываем наше будущее, будущее Кубани, чтобы оно у нас было точно такое же, крепкое, сильное, мощное, как и сейчас наши братья, наши отцы, проявляя героизм, мужество и отвагу, защищают нашу Родину. Посмотрите, сколько добровольцев. Больше всего со всех регионов добровольцев ушло на фронт с Кубани. Разве это не показатель какой-то любви к Родине своей? Разве это не то внимание, которое уделяет сын своей матери? Вот и посмотрите, кто занимается воспитанием подрастающего поколения? Только на Кубани мы увидим такой результат. больше нигде мы такого результата не увидим. И здесь активное участие принимает наше духовенство, Русская Православная Церковь. Здесь мы говорим, в очередной раз повторюсь, и я уверен, что мы больше не будем говорить о каком-то соработничестве. Это одна общая наша цель, одна общая наша задача. Я точно такой же православный, как, допустим, наш войсковой священник, отец Иоанн, Гармаш, здесь присутствует. Он точно такой же казак, хуторского казачьего общества. Точно такой же. как можно мне с ним заниматься работничеством или взаимодействием. Мы одно единое целое, один народ, одна плоть и кровь. Мы должны это понять, осознать и говорить правильно. Я не буду говорить цифры. Цифры понятно, это показатели нашей работы, какие-то целевые показатели, количество школ, классов растет, количество наших казачат растет, количество даже взрослого населения приходит в общество, становится казаками и участвует в защите нашей Родины, потому что поняли и осознали, где по-настоящему живет русская душа. Я вас поздравляю с Кириллом Мефодийскими чтениями, 29-ми. Надеюсь, сегодня и уверен, день пройдет продуктивно. Обязательно пропитайтесь тем, что подготовили наши сегодняшние как это сказать кормчие, будем так говорить, преподаватели и старшие на различных лекционных участках. Поэтому я желаю удачи, ну а самое главное здоровья. Будьте здоровы, живите богато. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ и любви к Богу, к ближним, к своей родине. Не случайно на Кубане в соработничестве с Министерством образования и науки Краснодарского края проходит много различных образовательных проектов. Это и жизнь как ценность, это красота Божьего мира и, конечно, участие нашего региона в синодальных проектах. Вот хочу сказать, что вчера и позавчера в рамках наших чтений проходили образовательные площадки в Кубанском государственном университете прошел круглый стол. Учителя, наши педагоги поделились своим опытом, как можно захватывающе и интересно с детьми разговаривать о вере, о патриотизме, о любви к родине. Название этого проекта в этом году носило совершенно не символический и очень важный характер. Наши не придут. Все наши это мы. Вот так назывался этот проект. А вчера состоялись и парламентские встречи в Загонодательном собрании Краснодарского края. И очень важное событие на Кубанской земле это награждение победителей второго этапа Южно-федерального округа за нравственный подвиг учителя, когда в Краснодарский край, в столицу Кубани съехались представители Южного федерального округа, это и победители, призеры этого очень важного конкурса. Сегодня действительно учитель призван к этому подвигу и само название за нравственный подвиг учителя. Вчера Владыка Кирилл вместе с отцом Трифоном, нашим гостем из синодального отдела, вручали призы и памятные подарки всем тем, кто собрался в Институте повышения развития учителей и наставников в этом году. Мне хотелось предоставить слово отцу Трифону, которого попросим огласить приветственное слово председателя синодального дела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринодарского и Верхотурского Евгения слово президенту автономной некоммерческой организации поколения заведующему сектором мероприятий и конкурсов синодального дела религиозного образования и катехизации исполнительному директору координационного комитета Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Ваше Высокопрестничество, дорогой Владыка Кирилл, всечестные отцы, братья и сестры, организаторы и участники регионального этапа чтения Кубанской митрополии, сердечно приветствую и поздравляю всех вас с началом регионального этапа образовательного форума. 16 мая сего года священный Сенонт утвердил тему чтений. Православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Чтобы правильно и многогранно раскрыть тему, необходимо осознавать, что понятие культуры намного шире, чем искусство, творчество, наука. Это и культура образования и воспитания, и культура семьи и брака, и культура отношения к здоровью, и культура организации отдыха, что особенно актуально для курортов Кубани, и в целом культура бытия человека и его взаимодействия с Богом и ближними в любых социальных сферах. Отечественная культура – это и традиции казачества, широко представленные на Кубани, и в целом традиции русского офицерства, и организации сестричества, милосердия, и традиции паломничества, и организации воспитательного процесса в образовательных организациях, и многое-многое другое. Прикосновение к разным аспектам православной культуры должно быть доступно каждому жителю России с детства. В связи с этим хочу отметить высокий уровень преподавания основ православной культуры в Краснодарском крае. Важно, чтобы творческое, живое взаимодействие духовенства Метрополии и педагогов, преподающих ОПК, развивалось, чтобы регион продолжал делиться своим опытом, в том числе и опытом системного сработничества Метрополии, органов государственной власти и органов управления образования, со всякими, кто еще испытывает проблемы с преподаванием основ православной культуры. В рамках форума в Краснодаре проходило награждение педагоговых победителей второго межрегионального этапа Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя по Южному федеральному округу. Поздравляю всех победителей и выражаю признательность всем участникам этого замечательного конкурса, его организаторам и членам жюри. Желаю всем вам доброго здоровья, плодотворной работы в рамках чтений и помощи Божьей в каждодневных трудах на благо Церкви и Отечества. Евгений Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела геозного образования и кацифизации Русской Православной Церкви, председатель Оргкомитета Международных Рождественских Образовательных Чтений. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим вас, отец Трифон, за то, что вы огласили послание Владыки Евгении от имени всех участников чтений 29-х Кирилла Мефодиевских. Просим передать Владыке Евгению наши слова благодарности. Продолжая нашу пленарную часть работы чтений, хотелось бы обратиться к собравшимся, особенно здесь присутствуют педагоги, руководители образовательных организаций, руководители школ искусств, деятели культуры, искусства, казачества. В рамках тех конкурсов, которые проходят и проводятся с Инодальным отделом, есть удивительный конкурс, который так и называется «Красота Божьего мира». Я хочу обратиться ко всем, в том числе и присутствующим священнослужителям, активнее участвовать в этом конкурсе, потому как уж если не каждый может написать какую-то работу с богословским или с духовным смыслом, то уж нарисовать свою семью, свой родной край, свой родной храм, своих друзей, может, наверное, каждый ребенок. И вот я хочу обратиться ко всем присутствующим. Давайте мы активнее примем участие в этом всероссийском конкурсе детских рисунков под названием, такое удивительное и красивое название «Красота Божьего мира». Вот пусть дети, увидев эту красоту, нарисуют ее на своем листе или холсте и предоставят в наш отдел ревьезного образования для того, чтобы Кубань, как сказал Александр Иванович, и здесь предоставила большое количество работ на всероссийский детский конкурс «Красоты Божьего мира». Так как вчера присутствовали представители государственной власти, законодательного собрания и наши архиереи Екатериндарской, Кубанской епархии, управляющие Кирилл и владыки, которые осуществляют архипастерскую деятельность на территории образованных вновь епархий, я бы хотел попросить обратиться со словом собравшимся епископа сочинского Германа, который обратится ко всем нам со своим архипастерским словом. Пожалуйста, Луны. Уважаемый господин Атаман Александр Иванович, Александр Иванович – ректор нашего знаменитого Кубанского государственного аграрного университета, Отец Трифон, сотрудник Синодального отдела образования и категоризации. Дорогие отцы, братья и сестры, братья-казаки, сердечно приветствую всех собравшихся на 29-х сегуанских духовно-образовательных Кирилла Мефодиевских чтениях, чтобы обсудить вопросы, связанные с православием и русской культурой, оценить потери минувшего и наметить образ будущего. Без преувеличения. Это вопросы очень важные, так как для нашей страны при общении к великой русской литературе, культуре в целом – это не просто образовательная задача, а важнейший фактор объединения российского общества и вектор развития нашей страны. Этот вектор был задан еще Александром Сергеевичем Пушкиным, который сказал «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал». Чувства добрые. Именно этот главный вектор, духовно-нравственный, должен лежать в основе нашей культуры – воспитания, любви, милосердия, сострадания и других добродетелей. Я уверен, что и на пленарном заседании, и в работе многочисленных секций сегодняшнего форума об этом еще будет много-много сказано. Вчера на восьмых парламентских встречах активно обсуждались вопросы, которые обозначил отец Александр Игнатов. Первый – это вопрос демографии. Все присутствующие предложили поддержать законодательную инициативу парламента Республики Мордовия, принявшего закон, звучит он так, о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности от 2 июля этого года. Очень хорошо, если этот пункт войдет в итоговый документ чтений наших. Это будет наш вклад в решение демографической проблемы и, конечно же, наш вклад в будущее страны. О том, что надо противостоять негативному сценарию, который развивается в настоящее время в нашей стране, говорится в указе президента Российской Федерации за номером 809 от ноября прошлого года. Для реализации этого архиважного документа необходимы такие образовательные программы, которые бы разъясняли истинные смыслы тех ценностей, о которых в своем указе говорит президент. Вижу, важно здесь помощь вузовского сообщества в разработке такой образовательной технологии с целью присвоения школьникам ценностей, закрепленных в этом указе президента. Например, через проведение предмета разговора о важном в школах Краснодарского края. Да, на этих уроках говорится действительно о важном. Но, наверное, надо обратить внимание и на то, о чем говорит наш президент. То, что его беспокоит. А его беспокоит то, что беспокоит большинство народов Российской Федерации. Поэтому желая нам успешной работы, плодотворной, мы все с вами разъедемся по нашему замечательному краю. И там продолжим делать то, о чем будем говорить сегодня. Благодарю за внимание. Спасибо, Господи, Владыка Герман. Вы акцентировали внимание на демографической ситуации. И мы с вами понимаем, вчера Владыка Кирилл в своем слове обратился. И, знаете, аж было как-то так до сердца его слова доходящие. О статистике, которую он привел, опираясь на нашу историю. Он вспомнил тот приказ вождя революции, который узаконил аборты после событий революционной страшной катастрофы в России. И подсчитана, это официальная статистика, что с того времени по нынешний год в России абортами были уничтожены 170 миллионов наших с вами сограждан. Вдумайтесь в эту цифру. Как бы сегодня было нас много, наверное, не надо было нам столько мигрантов. Мы своими силами и строили, и развивали, и учили, и Родину защищали, если бы не было этой страшной катастрофы. Вот об этих вопросах поднимался вопрос сегодня и проблемные обсуждения, которые наверняка найдут свое отражение в дальнейшей работе нашей епархии, наших вновь образованных епархиальных структур с законодательным собранием Краснодарского края. Поручено было организовать рабочую группу по реализации тех решений, которые были вынесены на этих парламентских слушаниях. И очень хотелось бы, чтобы сегодня к этому уважаемому собранию наших сегодня участников 29-х образовательных Кирилла Мефодьевских чтений обратился первый заместитель председателя законодательного собрания Краснодарского края, ректор Кубанского государственного аграрного университета Александр Иванович Трубилин. Уважаемые Владыки, отцы, уважаемые участники чтений. От имени председателя законодательного собрания Краснодарского края Юрия Александровича Бурлачко, всего депутатского корпуса Кубани, хотел бы всех вас поздравить с открытием очередных всекубанских Кирилла Мефодьевских чтений. Действительно, вчера состоялся достаточно открытый и интересный разговор, как говорят свидетели прежних чтений парламентских впервые. Вот действительно такой предметный и интересный разговор, и мне кажется, те решения, которые легли, по итогам были вынесены, по итогам эти чтения, мне кажется, действительно должны благое дело сделать для всех, для нас. Каждый год эти чтения объединяют активных людей, которые интересуются вопросами православия, истории, образования, культуры, укрепления традиционной семьи, всего нашего государства. За время своего существования Кириллу Мефодьевские чтения стали важным событием духовной жизни всего нашего региона, площадкой для встреч с единомышленниками. Темы, которые выносятся на рассмотрение, всегда имеют связь с духовным опытом прошлого, актуальностью, настоящими, перспективами будущего нашего общества. И тема этого года, она у нас обозначена как православие, отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего, совершенно не является исключением. Церковь всегда играла важную роль в формировании культуры и развитии нашей страны. Более того, о чем сегодня Владыка Кирилл уже говорил в своем приветственном слове, без православия не было бы древнерусской архитектуры, живописи и, наконец, литературы. Сама письменность наша, кириллица, была пригнесена на Русь православными миссионерами. Поэтому ее значение в деле сохранения и создания духовно-нравственных ценностей и влияния на развитие образования трудно переоценить. Сегодня наша страна ведет тяжелейшую борьбу за свою безопасность, идентичность и место в мире. Против нас брошены огромные финансовые, военные, информационные ресурсы всего западного мира. Помимо традиционных форм войны ведется идеологическая война, изощренная борьба за умы, в том числе за умы, не определившиеся еще в жизни молодежи. И это, наверное, не менее опасный фронт. Чтобы противостоять этому, нужно заложить в детях и подростках крепный духовный стержень, основанный на истинных ценностях. Опорой в этой борьбе является, безусловно, наше богатое культурное и духовное наследие. В наши дни все больше людей обращается к вере, к Богу. Мы видим, как открываются новые храмы, как проводятся духовные чтения, как на приходах создаются благоприятные условия для молодежи, реализация ее творческих устремлений и потребностей. Чаще и чаще родители приводят на службу детей, дают их воскресные школы. И это именно те приобретения, которые нам дают надежду на будущее. Дорогие друзья, наш народ всегда проявлял сплоченность в трудные времена. И сейчас, чтобы победить в этом противостоянии, необходим вклад каждого из нас. Только вместе, общим фронтом и с Божьей помощью мы преодолеем все вызовы и внешние давления. Давайте не забывать о наших корнях, о наших ценностях, о нашей вере. Пусть они будут опорой и направлением для нас в будущем. Я благодарю вас за внимание и желаю всем терпения и мудрости на этом пути, а нашему Отечеству мира и процветания. Спасибо. Спасибо. Благодарим вас, Александр Иванович. Ну и сейчас хотелось бы попросить выступить со своим словом и докладом. Человека, который напрямую связан не только с культурой, но и с будущим нашей культуры. Сергея Семеновича Зенгина, который возглавляет Краснодарский государственный институт культуры и является председателем регионального отделения российского военно-исторического общества воспитания чувства сопричастности к истории и культуре нашего дорогого Отечества. Пожалуйста, Сергей Семенович. Действительно, принятие христианства на Руси послужило отправной точкой русского национального самосознания, которое имеет тысячелетнюю историю. И именно это стало основой для становления и закрепления в международном пространстве нашей уникальной культуры, подарившей миру бесчисленное множество великих художников, музыкантов, писателей, ученых и их выдающихся творений. Святейший Патриарх Московский Фея Руси Кирилл, подчеркивая роль веры, отметил, будучи фундаментом русской культуры, православная вера всегда укрепляла и поддерживала наш народ, сподвигала его на жертвенное служение и созидательные труды на благо Отечества, на защиту государства и цивилизационных принципов нашей национальной жизни. Христианское устройство общества сформировало и духовный облик русского человека, милосердного, терпеливого, целомудренного, готового к самопожертвованию ради благой цели. Но такой однозначно позитивный образ России был и остается неприемлемым для недоброжелателей нашей Родины, причем как внешних, так и, к сожалению, внутренних. Проблема искажения отечественной истории, фальсификация, о которой мы сегодня часто говорим, на самом деле существует уже длительное время. Вот посмотрите, пожалуйста, на слайды, которые... это карикатуры. 16, 17, 18 век. Вот так в Европе изображали нашу страну, Россию. Деспотичное, варварское, воинствующее русское государство, которое представляет угрозу всему цивилизованному миру. На этих карикатурах, которых вы видите, преобладает образ России как прожорливого медведя, который направляет свой голодный взгляд на Европу, осьминога, который охватывает Европу. Вот эти смыслы, они переходили из поколения в поколение, вызывая страх и ненависть. Поэтому ослабление России, ее внутренний раскол становится одним из важнейших задач западноевропейской внешней политики. В противовес этому Россия же стремилась к объединению православных верующих, их сплочению. Именно это ляжет в основу концепции Москва-Третий Рим. Это позволило активно противодействовать попыткам раздробления России, уничтожения основ нашей культуры. Влияние православия на российское общество нашло отражение и в воинском дивизии за веру царя Отечества. В 19 веке он быстро распространился среди широких слоев населения, поскольку отражал ключевые идеи и ценности, характерные для нашего менталитета. И особое место в этом дивизии занимает проблема сохранения родной культуры, веры и истории Отечества. Причем Отечество в данном случае понимается не только как родина, страна, ее территория, но и как прошлое, которое досталось нам от наших дедов и отцов. Переложением девиза стали те принципы, на которые, по мнению выдающегося русского государственного деятеля Уварова, должно опираться русское образование. Православие, самодержавие, народность. Эта триада оказала огромное влияние на развитие российской культуры. В университетах появляются кафедры русской истории, в литературе закрепляется патриотический канон, а в архитектуре русско-византийский стиль, отражающий идею особого пути России как преемницы Византии. По его канонам возводились уникальные шедевры из Отчества. Храм Христа Спасителя в Москве, Морской Никольский собор в Кронштадте, Собор Святого Владимира в Астрахани, Исидорская церковь в Санкт-Петербурге, Собор Александра Невского в Екатеринбурге и многие другие. В конце XIX-го, начало XX века также стал временем возникновения расцвета русской религиозной философии, которая опиралась на нравственные интеллектуальные традиции русского православия. Философы Владимир Сергеевич Соловьев, Николай Алексеевич Бердяев, Сергей Николаевич Булгаков стремились сформировать русскую идею как симфонию власти, церкви и общества, где государь служит Богу, а народ государю. Согласно этой идее, центральное место симфонии «Власть, церковь, народ» занимает церковь, которая, по сути дела, становится стержнем объединяющих все общество, сплачивая его вместе. Вот именно с этим пытались бороться революционеры, которые с целью борьбы за власть предприняли настойчивые попытки дискредитировать власть, церковь, разрушить идею симфонии, расколоть российское общество. К сожалению, им это удалось. И то, что произошло в 1917 году, по сути дела, это было начало слома устоявшихся в обществе идейных основ. Отвергалась сама мысль о патриотизме. Подвиги и герои прошлого стали демонизироваться, вычерпываться из отечественной истории и культуры. Было запрещено говорить об Александре Невском, Суворове, Ушакове и многих других выдающихся деятелей, которые создавали наше государство, общество и культуру. В своей речи о преподавании истории в советской школе нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский заявил, что преподавание истории, жаждущие в примеры прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено. Понимание губительности подобного подхода пришло к новому руководству страны не сразу. Перед лицом грозной опасности, связанной с ростом фашизма в Европе в 30-е годы, советское правительство во главе со Сталиным вновь обращает внимание на русскую историю культуры. Правительство стремится укрепить единство общества накануне военных потрясений на основе прежде всего патриотизма. И культурно-историческое наследие, героизм прошлого помогает успешно решить эту задачу. Сталин, выступая перед защитниками Отечества, особо отметил, пусть вдохновляет нас в этой войне мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьми Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Эти имена стали звучать впервые. Восстанавливаются памятники истории и культуры. Появляются исторические фильмы, которые поддерживали наше прошлое, которые говорили о великом подвиге России. Издаются литературные произведения русских классиков, стали восстанавливаться имена Пушкина, Достоевского, Толстого, Лермонтова и других классиков. Целенаправленная политика, направленная на формирование патриотизма, сплочение общества на основе прочного фундамента российской истории и культуры, позволила, на мой взгляд, выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Однако вместе с крахом Советского Союза вновь наступил и крах идеологии. Образовался идейный вакуум. Но мы все прекрасно знаем, что пустоты общество не терпит, идеология не терпит. И в 90-е годы на фоне тяжелейшего переходного периода нам стали навязывать примитивные идеи, смысл которых сводился к тому, что все продается и все покупается. А Россия это сырьевой придаток, который необходимо поэтапно раздробить на несколько десятков зависимых образований. Реализация этой концепции осуществлялась прежде всего посредством переписывания русской истории, а также забвения родной культуры. Последняя подменялась более простой для восприятия западной массовой культурой, в основе которой лежит стремление к дешевой популярности, эгоизму и так далее. Тем самым оказывалось разрушительное воздействие на духовные традиции. Российская культура подвергалась фактическому уничтожению. Мы стали терять свою идентичность. И тогда стало очевидно, что без веры, без исторической памяти и культуры общество и государство существовать не могут. Поэтому важными стали слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о том, что в тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет. И сегодня основополагающим документом в сфере упрощения духовного единства нашего общества является указ президента, о котором уже говорили. И в нем прежде всего определены такие задачи, как укрепление гражданского единства, общероссийско-гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей, а также сохранение исторической памяти противодействия попыткам фальсификации истории. И сохранение памяти о героическом прошлом России, Великой Отечественной войне, исторических деятелей стало частью государственной политики и важнейшей составляющей идеологической работы. Возводятся мемориалы, монументы, создаются музейные экспозиции, публикуются сборники документов и так далее. Но в основе этой работы воспитание чувства любви к своему Отечеству, вере, культуре. А это напрямую связано с нашей способностью самостоятельно трактовать собственную историю и путь развития. И в этом нам помогут исторические документы, которые позволяют погрузиться в ту или иную эпоху, понять логику деяний наших предков, на что и ради чего они творили историю, совершали поступки, как они мыслили, что заставило пойти их на тот или иной шаг. Только тогда мы можем понять, почему происходили те или иные события. А во-вторых, это дает возможность историко-культурной реконструкции событий прошлого. Сегодня она успешно осуществляется с опорой на документальные источники, так и творческие произведения, литература, кино, театр, изобразительное искусство. Именно культура сегодня позволяет взглянуть на события прошлого глазами современников. Но чтобы эти творческие произведения соответствовали духовным традициям нашего общества, объединяющими ценностями православия, поскольку именно вера скрепляет нравственное пространство. И в качестве примера позвольте вашему вниманию представить фрагмент студенческого спектакля «Все время крестное» по одноименной драме про теория Александра Клементьева, посвященной святому благоверному князю Александру Невскому и его легендарной жизни в судьбонесной исторический период на Руси. Пожалуйста, если возможно. В вере православной я не изменю. Я чадо истинной, Христовой Церкви, семью вселенскими соборами, стоять еле до скончания века. А вашего учения я не приемлю. Так по-беринскому и передайте вы. Его святейшество окажет князю помощь. Кочевников прогнать обратно в степь. Лишь надо только к Риму обратиться. Да, знаю, Запад не поможет нам. На Господа, на свой народ надеюсь. Дорогие друзья, вот подобный подход, он не предполагает замалчивания сложных, трагических событий прошлого, но он формирует уважительное отношение к своей стране, стремление посвятить ей свои силы и таланты. Эту мысль еще в 18 веке озвучил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражает, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков. Такой, какой нам Бог ее дал. Я хотел бы, чтобы подобным заветом мы всегда следовали. Спасибо. Благодарим вас, Сергей Семенович, за такой действительно очень содержательный исторический доклад с возвращением к памяти наших великих сынов России Александра Невского, Суворова, Жукова, других героев наших победителей. Хотелось бы в продолжение сказанного вами тоже вспомнить слова Александра Васильевича Суворова. Как-то он замечательно сказал. Мне кажется, всем нам сегодня нужно на скрижалях своих сердец написать его слова. У нас, у русских, тыла нет, фронт везде, говорил Александр Васильевич Суворов. А Федор Федорович Ушаков укрепляет нас своими словами не отчаиваться и говорит «Не отчаивайтесь, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России». Ну вот слова последней государь-императрицы Александры Федоровны Романовой, я думаю, что ко всему, что было сегодня сказано, будет хорошим дополнением. В ее дневнике, в записях, которые она вела, есть удивительные строки. Я позволю вам их сегодня напомнить. Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться, и дрогнет сердце храбреца. Там враг ни день, ни ночь не дремлет. Та битва целый мир объемлет. Стоять в ней нужно до конца. Вот такие слова пусть будут всем нам, дорогие братья и сестры, во укреплении. Мы подошли к нашим пленарным чтениям этой части необычно. Не случайно хор положил такое хорошее начало, и, как правило, мы проводили это чтение с перерыва на обед. Обед занимал определенное время, и у вас совсем не было времени для общения. Вы приехали со всех территорий, уголков нашей благословенной кубанской земли. И у вас мало было времени не только познакомиться, пообщаться друг с другом. И вот мы сегодня предположили, что у вас будет такое время для общения, для небольшого укрепления своих телесных сил и продолжения работы по секциям. Поэтому просьба после сейчас завершающейся пленарной части познакомьтесь друг с другом, постарайтесь сплотиться друг с другом. Пусть наших больше будет, ведь наши не придут. Наши – это мы. И если мы – ты, я, он, она, вместе, целая страна, вместе мы, сто тысяч я, приступим к решению этих вопросов, у нас обязательно все получится. Поэтому благословение Владыки, мы завершаем пленарную часть, и у вас появляется еще время для того, чтобы и познакомиться, и наметить свои совместные планы работы. Я хочу перед тем, как озвучить дальнейшую работу по секциям, попросить Владыку Германа подытожить пленарную часть своим архипастерским словом. Уважаемый Президиум, дорогие отцы, братья и сестры, братья-казаки, хотелось бы, может быть, ну, к размышлению озвучить такое предложение. В этом году мы с вами собрались уже на 29-е духовно-образовательное чтение, но каждый форум, их уже осталось позади 28, завершается подведением итогов и составлением итогового документа. В этом итоговом документе прописывается цель задачи, ради чего собирались слушающие, участвующие, ставились задачи, цели. Вот наступал следующий год, вновь собирались, вновь зачитывали итоговый документ, вернее, составляли его, зачитывали, наступал следующий год и вновь то же самое делали, и сегодня тоже мы будем самое делать. Так вот, такое предложение, начиная со следующих чтений, что в этом году мы уже не сможем этого сделать заранее. Я, кстати, об этом говорил в Сочи, в Туапсе, мы буквально несколько дней назад проводили чтение нашей региональной, предложил, чтобы мы, ну, конечно, на пленарном заседании, чтобы кто-то из участников, выступающих, ну, наверное, руководитель отдела ипорхиального по образованию, категоризации, для всех бы доносил бы информацию о том, что было сделано за год прошедший в силу вот тех целей, задачи, которые были поставлены. Чтобы нам легче было дальше двигаться, потому что мы, бывает, решаем и говорим сегодня о наболевшем, а вы откройте предыдущие тексты резолюции и посмотрите, мы об этом уже говорили не один раз. Наверное, о чем-то, может быть, даже забыли напомнить. Так вот, мы должны теперь не просто говорить, мы должны обязательно это делать, то есть достать из прошлого, принести в сегодняшнее, для того, чтобы потом уже получить добрые плоды в будущем. Вот такое предложение. Давайте тоже вот в порядке общения сейчас с вами во время перерыва тоже об этом подумаем, поговорим и постараемся в следующем году обязательно это совершить. Желаю Божьей помощи всем, кто принял участие сегодня в пленарном заседании, кто дальше будет на секциях трудиться, тем, чтобы они, труды эти, были плодотворны. Спасибо, Христос. Сейчас, спасибо Господи, Владыка, наше чтение включает в себя работу секций, которые и формируют предложения, о чем сейчас сказал Владыка. Просьба руководителям секции, которые сейчас я назову, где они работают, сформулировать такие предложения, чтобы каждый из руководителей отделов и те, кто будет обсуждать их в качестве предложений, смогли реализовать. Действительно, время слов прошло, пришло время конкретных дел, ведь слово должно становиться делом. И в этой связи мы ждем к завершению вашей секционной работы, ваши предложения, которые мы объединим в один общий документ, и те слова, и те предложения, которые были озвучены на парламентских встречах, и в университете кубанском государственном, и те предложения, и те замечательные намерения, и перспективы, которые были определены при подведении конкурса «За нравственный подвиг учителя», это все мы вместим в итоговые документы, для того, чтобы они были реальны и, конечно же, в перспективе исполнимы. Хотелось бы огласить вам место и время работы секций в рамках наших Кирилло-Мефодиевских чтений. Секция по культуре, Краснодарская краевая универсальная научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, хотелось бы всех вас поздравить в следующем году. Мы все с вами будем торжественно праздновать, это такое для нас, для всех, о чем даже сегодня владыка процитировала Александра Сергеевича, такая знаковая дата, 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в следующем году. И, конечно, было принято решение в библиотеке имени Пушкина провести секцию по культуре, где пройдет выставка редких старинных церковных книг Лебяжьей пустыни. Поверьте, эти книги выставляются крайне редко, и те делегаты, которые сейчас присутствуют, также, имея время, приглашаются посмотреть эту выставку старинных фондов библиотеки имени Пушкина. Многие из них будут выставлены впервые, поэтому все желающие приглашаются на эту выставку. Библиотека имени Пушкина находится прямо напротив зала Кубанского казачьего хора, где мы с вами сегодня собрались. Вторая секция – это образовательное. Место проведения здесь, в этом большом зале после перерыва. Работа этой секции начнется в 14 часов, как и все секции нашей программы. Секция по казачеству в войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского. Зал церковных совещаний, улица Постовая, 26. Секция социальная по демографии и другим социальным вопросам состоится на улице Красной, 57, рядом с Театром филармонии. Миссионерская секция – Кубанский государственный университет, второй этаж, центральный конференц-зал, улица Ставропольская, 149. Секция монашествующих – это Кубанский казачий хор в этом здании, на втором этаже, конференц-зал, где представители духовенства, монашествующие, обсудят насущные вопросы, которые касаются особенно сегодняшнего непростого времени. Секция, посвященная православию и средствам массовой информации – зал Центра развития гражданского общества Краснодарского края, 7 этаж, по адресу улица Красноармейская, 43. Секция по работе с молодежью – малый зал этого Кубанского казачьего хора, который находится с правой стороны, если заходить в главный вход этого здания. Напомню, что сейчас будет объявлен перерыв. Во время перерыва мы знакомимся, общаемся, вырабатываем и обсуждаем интересные предложения, которые мы ждем в конце работы секции. Обед для всех присутствующих будет предложен на втором этаже, комплексный обед, даже наши сотрудники столовой предложили его в размере 200 рублей. С 14 до 16 часов будут работать секции, и в 16 просьба руководителей секции принести свои итоговые и предложения обсуждений на ваших секциях в общий итоговый документ наших всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтений. А сейчас объявляется перерыв до 14 часов. Спасибо всех, Христос! Спасибо! 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 ! Спасибо!